Хей-хоу, ребятки, всем привет! С вами Борода, это игрушка под названием Headshot. И, ребятки, это небольшой обзор. Обзор небольшой, потому что, ну, в принципе, обозревать в игре нечего. Игрушка недавно вышла, она ещё, конечно же, находится в бета-тестировании, поэтому слабоватая, да. Но, как по мне, идея неплохая, что-то в ней есть, и, мне кажется, внимания ей стоит уделить. Итак, ребятки, в начале игры вы выбираете винтовку, за которую вы будете играть. У меня это снайперская винтовка, как вы видите. Хаты она раздаёт, дай боже, то есть, если приловчиться, я немножко так поиграл. Миссии 2 где-то приблизительно прошёл, то есть, вот видите, сейчас не попал в голову. Так, а вот сейчас попал, хорошо. То немножко приловчился, немножко научился я играть, и, ну, в принципе, неплохо. Мне нравится эта винтовка, не зря я её выбрал. Так, вот, пожалуйста, победа на ровном месте, очень быстро, то есть, без каких-либо напрягов. Игра. Ребят, игра, блин, ну, очень сильно похожа, знаете, вот на зомби-хантер, в который мы играем. Только здесь есть возможность побегать, здесь есть множество локаций. Вот наш городок, наше убежище, в котором мы живём, мы отбиваем атаки. Игрушка в 2D, поэтому, соответственно, от графики ждать чего-то, вот прям сверхъестественного, не стоит, ребятки. Но вот обширность и возможности, которые нам предоставляются, ну, весьма неплохие, честно вам скажу, ребятки. Вот, следующая локация, которую мы исследуем, это берег реки. Поехали. Так, а то есть, можно выбирать тут различные винтовки, различное оружие, но пока что в наличии, конечно же, ничего нету. Вот только стартовая базовая винтовка, которую я выбрал. Так, хорошо, то есть, можно переключаться на супер-патроны, можно переключаться на обычные. Так, тихо, наверное, тут, наверное, стоит переключиться. Ох, как, хеды разлетаются. Так, отлично. Вот, иногда стоит с обычных, иногда стоит с крутых патронов. Дальше, я думаю, можно и с обычных повалить. Так, хорошо. 8 обоймочка у меня тут. Ну, в принципе, я бы сказал с лёгкостью, что это... Ой, сейчас мне будет жопа. Так, ну, в принципе, этого вам хватит, и я вот, ну, как бы, не жалуюсь. Так, отлично. Вырубил, сейчас мы лут тут заберём весь, и можно заканчивать. Немножко не успел. Так, и вот, пожалуйста, успешно спасён Зои. Так, принять эту выручку можно в команду к себе. Так, забираем воду. То есть, мы входим сейчас в две зоны, ребятки. Забираем воду, забираем еду. И, таким образом, мы прокармливаем своих ребят в убежище. Почему я не уделяю этой игре много внимания, ребятки? Почему небольшой обзорчик, небольшой видеоролик? Да потому что игра, на самом-то деле, ну, довольно баганая. Она плохо оптимизирована. Есть множество таких вот недочётов, которые встречаются. Это мешает играть. Ну, и, как я и сказал только что, вот прям, она баганая. Да, она реально очень плохо оптимизирована. Это безумно сильно убивает. То есть, учитывая то, что я играю через эмулятор, я играю на ПК, всё равно чувствуется, понимаете? Вот эта, насколько хреново оптимизированная игра, она всё равно мешает нормально поиграть в неё. Поэтому, ребятки, видеоролик небольшой, но, тем не менее, моя задача на этом выполнена. Я ознакомил вас с этой игрой. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, если ещё этого не сделали. Ну, и оставить пару прелестных слов для меня в комментариях. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok